Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Решение приоритетных задач и укрепление промышленного потенциала. Самарская область на международном форуме «Армия-2023» подписала соглашение с банком. В Самарской области появится первая в регионе умная спортивная площадка. На месте строительства побывала глава города Елена Лапушкина. Моют вручную и прогоняют через механизированные щетки. Представители департамента транспорта проверили, как готовят автобусы перед выходом на линию. Как получить безвозмездную поддержку от государства на развитие своего дела? Об этом начинающим предпринимателям рассказали на семинаре в Самарском бизнес-инкубаторе. Танцы тоже фитнес. В Самаре продолжается физкультурно-спортивная акция «Самара в движении». Самарская область подписала первое соглашение на полях международного форума «Армия-2023». Мероприятие проходит в Московской области. Регион, делегацию которого возглавляет губернатор Дмитрий Азаров, заключил договор о сотрудничестве с одним из банков. Это соглашение призвано способствовать решению приоритетных задач развития Самарской области, укреплению ее экономического и промышленного потенциала, реализации инвест-программ и проектов, обеспечению населения и субъектов предпринимательства широким спектром высококачественных банковских услуг. Напомним, в Самарской области банк успешно взаимодействует уже на протяжении многих лет. К примеру, организации предоставляют финансирование на оптимальных условиях автовазу, авиаагрегату, тяжмашу, ОДК Кузнецов, электромеханическому заводу. Кроме того, банк сотрудничает с Министерством управления финансами и гарантийным фондом поддержки предпринимательства региона. По словам Дмитрия Азарова, подписанное соглашение стало официальным оформлением давних отношений с банком. Первая в Самарской области умная спортивная площадка появится уже к концу этого года. Оценить ход строительства объекта и обсудить рабочие вопросы на месте возведения спорткомплекса собрались глава города Елена Лапушкина и представители профильных ведомств Самары. Подробности в сюжете Галины Топилиной. На пересечении улиц Клинической и Чернореченской продолжается строительство круглогодичного модульного физкультурно-спортивного комплекса. Это будет многофункциональная площадка со спортивным залом площадью 1000 квадратных метров. Здесь можно будет проводить командные спортивные состязания и тренировки. Площадка подойдет для разных популярных массовых видов спорта – баскетбол, футбол и единоборство. Строительство такого многофункционального спортивного центра стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Самарская область стала одним из пяти регионов страны, где реализуется пилотный проект по строительству таких спортплощадок. Замечательный проект с большим универсальным спортивным залом, где можно будет заниматься разным видом спорта, начиная от футбола, заканчивая единоборствами. Поэтому он называется универсальный спортивный зал. И, конечно же, он будет круглогодичный. Здесь у нас достаточно большое игровое поле, универсальное поле 24 на 48. За мной это модуль административно-бытового комплекса, где будут и раздевалки, и душевые, и кабинет медперсонала. То есть это современный спортивный зал, оснащенный по последнему слову техникой. Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание на месте возведения будущего спортивного объекта. Представители профильных департаментов и подрядной организации отчитались о ходе строительства и обсудили рабочие вопросы. К обустройству модульного спортивного комплекса приступили в мае этого года. На сегодняшний день полностью оборудовано основание, смонтирован каркас из металлоконструкций. Подрядчик приступил к покраске каркаса и монтажу купольного покрытия из утепленных сэндвич-панелей. Осталось поставить утеплитель, выполнить отделку, собрать все помещения. То есть здесь полностью готовые модули собираются. Мы являемся заказчиками части данной конструкции. Изготавливали основание фундамента, на котором в настоящий момент Минспорт монтирует в каркас модульного фока. Предстоит еще выполнить нашему подрядчику работу по благоустройству. Комплекс будет доступен не только для профессиональных спортсменов, но и для жителей района. Самарцы ждут с нетерпением появления нового спортивного объекта. Надеюсь, что будет больше народу к спорту привлечено. Будет объект спортивный, людям будет, детям чем заняться. Здорово, что здесь что-то строится полезное. Я считаю, что спортивные комплексы всегда нужны. То есть молодежь должна приобщаться к спорту, к здоровому образу жизни. Популяризация массового спорта и подготовка качественного спортивного резерва – одно из приоритетных направлений в деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Строительство современной безопасной спортивной инфраструктуры, ее доступность и открытость для широкого круга лиц – в основе формирования здорового и спортивного образа жизни жителей Самарской области. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Специалисты дорожного хозяйства осматривали сегодня улицу Главную, на которой недавно прошел дорожный ремонт. Готовый объект оценили по нескольким параметрам на соответствии ГОСТу. Напомню, асфальтобетонное полотно, включая мост через реку Самара, комплекс нам давили за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги». Михаил Ермоленко подробнее. Покрытие было в неудовлетворительном состоянии. На нем присутствовали многочисленные выбоины, разрушения, швы, трещины. Данный дефект был устранен изначально, это фрезерование, создание поперечных продольного профиля дороги, выравнивание с резкой всех дефектов. И после этого производилась укладка. Дорогу по улице Главной обновили от перекрестка с шоссейной до дома номер один по улице Князя Григория Засекина, включая мостовой переход через реку Самара. Использовали современные материалы – смесь «ЩМА-16», которая хорошо себя зарекомендовала на многих дорогах города. Объект полностью готов и начался этап в приемке работ. Ранее на участке отобрали керны, чтобы проверить качество смеси в лабораторных условиях. После специалисты приступили к оценке дороги в соответствии с заданными параметрами. Сейчас выполняется приемка с помощью трехметровой рейки «Кондор» на просадку и уклон при ливневке, колесом для измерения длины участка. Общая площадь участка составляет 16,5 тысяч квадратных метров и гидридическая линейка 50-метровая для определения ширины проезжей части. За качеством ремонта следят не только специалисты профильных организаций Департамента городского хозяйства и экологии, но и представители общественности, а также депутаты. Немаловажным является тот факт, что ремонт моста произошел своевременно. Передет 1 сентября, возвращение всех людей с отпусков, все будут направляться на работу, в школы и так далее. Поэтому обеспечение транспортной инфраструктуры, задач выполнен подрядчиком, на мой взгляд, на отлично. Во время приемки результаты показали. Отклонений нет. Объект после ремонта полностью соответствует ГОСТам. Качеству дорог и развитию транспортной инфраструктуры уделяет повышенное внимание и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. К настоящему времени в Самаре из 42 объектов обновили 37, запланированных к ремонту во время дорожно-строительного сезона 2023 года. Большую поддержку муниципалитету оказывают средства, выделяемые по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». После завершения первой ветки метрополитена подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиры поток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция позволит горожанам без пробок с комфортом добираться с окраин до центра Самары и обратно. И чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Все работы остаются под пристальным контролем и со стороны областного ведомства, и со стороны администрации Самары. Общественники также акцентируют внимание на том, что метро – очень удобный вид общественного транспорта. Новая станция позволит разгрузить дороги в городе, сократить пробки, а люди будут значительно быстрее добираться на работу или по другим своим делам и обратно домой. «Появляется больше мобильности, а это очень важно в наш век, когда действительно хочется быстро перемещаться. И это круто, что в том числе у жителей Ленинского района появится возможность сесть на метро и посетить тот же Металлург, потому что даже там мы можем найти много интересных архитектурных деталей». Специалисты городского департамента транспорта проверили санитарную работу автобусного предприятия. Машины ежедневно перед выходом на линию проходят процедуры внешней мойки и влажной уборки салона. Как сотрудники дополнительно поддерживают чистоту в течение всего рейса и что изменится с осенью, расскажем в нашем сюжете. Всего 15 минут в автомоечном боксе и автобус под управлением Вадима Челышкова снова чистый. Сначала машину моют вручную, параллельно идет уборка внутри салона, затем автобус проезжает через механизированные щетки, после чего машину протирают, чтобы отправить в рейс. Сам водитель признается, что в чистом салоне и работать гораздо приятнее, поэтому в обед старается поддерживать порядок в машине. «Пыль залетает, и то есть приходится даже в обед как бы такую полувлажную уборку сделать, пробрызгать водичкой и метелочкой смести там билетики, всякую пыль, все такое, 3-10-е билетики, чтобы после обеда опять ехать на чистые машины». На автобусном транспортном предприятии такую процедуру перед выходом на линию проходят все машины автопарка. Это более 350 автобусов в сутки. Чтобы не создавать очередь на мойку, потоки машин разделяют. «Стоит отметить, что кто-то это делает в вечернее время, потому что если у них утренний выезд, первые рейсы в 5-6 утра, они стараются это делать вечером заблаговременно. У кого более поздний выезд, они делают это с утра, чтобы не образовывалась пробка на мойке. Как выполняют обязанности по подготовке машины предприятий, проверили специалисты городского департамента транспорта. Также обсудили возобновление санитарных мер по обработке салонов. Осенью, чтобы минимизировать распространение сезонных заболеваний, автобусы снова будут дезинфицировать, а персонал пройдет процедуру вакцинации. «Когда мы зайдем в осень, у нас начнется очередная ежегодная тема с сезонными прививками. Когда мы всем сотрудникам транспортных предприятий предлагаем поставить себе вакцину, теперь опять не от ковида, но от сезонного гриппа. В первую очередь это адресовано водителям и кондукторам, то есть тому персоналу, который с большим количеством людей контактирует». Подобную работу производят и в других транспортных предприятиях города, чтобы пассажиры с комфортом добирались до работы, дома или по другим делам. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев, События. В Самарском дворце спорта 29 и 30 августа пройдет форум Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество». Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача – выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В этом году тема форума «Гражданское общество России. Основа развития». Программа разделена на три тематических трека – суверенитет, традиции и возможности. К участию в форуме приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе и желающие принять активное участие в изменении страны. Все о социальном контракте рассказали на семинаре в Самарском бизнес-инкубаторе. Как получить безвозмездную поддержку на развитие бизнеса, куда обращаться, какие документы собрать и на какую сумму можно рассчитывать – расскажем в нашем сюжете. Евгений Верясов предпринимателем стал полтора года назад. Решил заняться срочными грузоперевозками. Услуга оказалась востребованной. Евгений перевозит яхты, квадроциклы, запчасти по всей России. Говорит, чтобы развивать бизнес дальше, не хватает знаний. За ними и пришел на сегодняшний семинар. Пришел сюда на семинар, а затем, чтобы получить дополнительные знания. Чтобы быть в ногу со временем и понимать, что ты делаешь, и дальше развиваться – вот я здесь. Все о социальном контракте. Семинар под таким названием прошел в Самарском бизнес-инкубаторе. Его провела Екатерина Алмакова, руководитель Центра «Мой бизнес» Самарской области. Речь шла о том, как запустить собственное дело, с какими сложностями сталкивается предприниматель на первоначальном этапе, на какие меры поддержки может рассчитывать со стороны государства. Спикер рассказал о том, зачем регистрировать бизнес, какие преференции в этом случае получает предприниматель. Наши семинары рассчитаны вообще в основном для начинающих или для потенциальных предпринимателей. Но, в принципе, действующие предприниматели могут найти для себя что-то новое и полезное на наших мероприятиях. Чтобы запустить бизнес, предприниматель может заключить социальный контракт и получить финансовую поддержку от государства на развитие своего дела. Для этого нужно обратиться в службу соцзащиты. Там помогут составить бизнес-план. Сумма поддержки – до 350 тысяч рублей. Самарский бизнес-инкубатор на регулярной основе проводит мероприятия, которые помогают и малому бизнесу, и самозанятым в продвижении своей работы. Мы приглашаем лучших спикеров, которые могут рассказать о проблемных местах в ведении бизнеса. Кроме того, к нам часто приходят в качестве наставников, бизнесмены, у которых уже развит бизнес, которые могут помочь советам практическим. Для предпринимателей семинары проводят бесплатно не реже четырех раз в месяц. Информацию о них можно узнать из рассылок в соцсетях. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События. Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% сразу до 12% годовых. Эксперты полагают, что это тот уровень ставки, который позволит курсу стабилизироваться и обеспечит замедление кредитного роста. Предыдущее повышение было в июле. Тогда Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1% пункт до 8,5% годовых. Тогда же Центробанк немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления. Далее коротко о других темах дня. В Самаре полицейские предотвратили попытку сбыта наркотических веществ заключенным. Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Красноглинскому району поступила информация о том, что ранее неоднократно судимый безработный житель Самары планирует сбыть заключенным одной из исправительных колоний наркотики. Подозреваемый хотел перебросить их через ограждение исправительного учреждения. Но осуществить это помешали оперативники. В присутствии понятых у задержанного были обнаружены запрещенные вещества в крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Самары отдала мошенникам более миллиона рублей. 64-летней женщине позвонил неизвестной и предложил дополнительный заработок на бирже. Пенсионерка заинтересовалась. Незнакомец выслал ей подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать заработок. Для того, чтобы начать зарабатывать, необходимо было скачать на телефон мобильное приложение. Самарчанка последовала инструкции, установила приложение, а позже обнаружила, что с ее счета списано более миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГОМВД России по Самарской области. Состоялись соревнования кинологов учреждений УФСИН России по Самарской области. В командах участвовали специалисты с собаками по разыскному профилю, со специальными собаками по поиску наркотиков, психотропных веществ, а также по обнаружению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В командном зачете первое место у сборной из ИК-15, второе место исправительная колония номер 16, третье место досталось сотрудникам ИК-29. Победителям вручили дипломы, кубки и медали. В следующем году Россию могут посетить до полумиллиона туристов из Китая, прогнозируют в Минэкономразвитии, а там отмечают, что постепенное восстановление туристической активности связано с возобновлением действия безвизового режима для туристических групп. Во время действия коронавирусных ограничений этот механизм был приостановлен, однако 1 августа этого года он вновь заработал. Теперь организованные туристы в группе от 5 до 50 человек смогут находиться в России до 15 дней. Курортный сбор в регионах России будет вводиться на добровольной основе. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Решение о необходимости введения сбора главы российских субъектов будут принимать самостоятельно, отметили в ведомстве. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству к концу этого года дать регионам право вводить курортный сбор. В августе россияне смогут увидеть один из последних звездопадов этого лета – звездопад Капа Цегнида. Пик активности всего одна летняя ночь с 17 на 18 августа. Особенно хорошо этот звездопад будет видно в четверг вечером. Метеорный поток можно будет наблюдать невооруженным взглядом, сообщают аналитики Яндекс.Погоды. Земли и метеоры похожи на яркие полосы в ночном небе. Больше всего повезет уральским городам и населенным пунктам Поволжья. Речь идет о Волгограде, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. В этих городах будет ясно и без осадков. Чуть меньше повезет жителям Сибири. В Томске, Иркутске и Омске ожидается пасмурная погода, из-за чего будет труднее рассмотреть звезды. В Москве и Санкт-Петербурге 18 августа будет облачная погода с прояснениями. Поэтому звездопад Капа Цыгнида смогут увидеть ближе к ночи и жители столиц. В Самаре прошло торжественное открытие всероссийских детско-юношеских соревнований по бочи для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир такого уровня проводится в Самаре второй раз. На площадке спортивного центра «Грация» состязаются несколько десятков спортсменов из разных регионов страны. Подробности у Светланы Тимофеевой. Владислав Казаков практически всю свою жизнь провел в инвалидном кресле. Однако поражение опорно-двигательного аппарата не помешало 14-летнему подростку стать членом сборной Самарской области по бочи. Сейчас он выступает за свою команду в этом виде спорта. Сначала предложила моя учительница. Потом я согласился. И так я начал свою карьеру. Она мне дает хорошие настроения, общение с друзьями. Всероссийские детско-юношеские соревнования по бочи для людей с поражением опорно-двигательного аппарата проводятся второй раз. По-прежнему площадкой для проведения турнира была выбрана Самара. Любое спортивное событие, которое проходит у нас, оно для города всегда значимое. Мы каждое спортивное мероприятие стараемся организовать максимально качественно. Наш город прекрасный город. Он всегда рад гостям других регионов. И славится не только своей культурной историей, но и спортивными традициями. В Самарской области эту спортивную дисциплину развивают давно. В региональных соревнованиях принимают участие. И воспитанники специнтернатов. У нас участвуют в наших региональных соревнованиях три интерната. Самарский, Сергиевский и Приволжский. То есть люди с ограниченными возможностями занимаются, имеют возможность заниматься, также выполнять разряды, участвовать в соревнованиях. То есть это их жизнь и, в общем-то, деятельность. Боча – паралимпийский вид спорта. Это игра с мячом на точность, близкая к боулингу. Она уходит своими корнями в античные игры, которые были распространены в Римской империи. Всего в турнире, который проходит на площадке спортивного центра «Грация», участвуют более 40 спортсменов из 11 регионов России. Там надо идти в победе и учиться на своих ошибках. Хочу войти в какую-нибудь форму. Вовлечение граждан в систематические занятия спортом – одна из главных задач нацпроекта «Демография». Его реализация находится на контроле главы региона Дмитрия Азарова. С 2018 года в области открыто около 150 спортивных объектов. Доля жителей губернии, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилась с 2017 года в полтора раза и достигла 54%. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов. События. Танцы – тоже фитнес. В Самаре продолжается физкультурно-спортивная акция «Самара в движении». На этот раз в парке имени Юрия Гагарина прошла тренировка по зумби. Ее название переводится как «гудеть, жужжать и веселиться». Насколько оно оправдано и тяжело ли освоить такой вид фитнеса, узнала Ксения Баканова. Эти две активные девушки на площадке – как лучшие подружки. И кто бы мог подумать, что они на самом деле родственницы. Мама Таша и дочка Ангелина танцуют зажигательную зумбу. Рассказывают, для того, чтобы начать, подготовка не нужна. Главное – это позитивный настрой и желание. Под звуки музыки тело само просит движения. Так зачем же сопротивляться? Зумба, она предполагает выплеск. Мы не только танцуем, еще и какие-то зажигательные кричи издаем. И когда это действительно и в танце, и в звуке выплескиваешь, то прям меняется состояние полностью. Мне кажется, это как раз плюс зумбы, отличие ее от других тренировок. Что здесь вот идешь на настроение, на эмоции, поэтому это как-то тянет, заряжает. Плюс, наверное, потому что это не настолько сильная все-таки силовая нагрузка, как и другие тренировки. Поэтому вот всем, кому трудно, я советую с танцев начинать. Всем советуем, да. Самара в движении. И просто лето – это маленькая жизнь. Создает настроение на площадке инструктор Елена Авакумова. Женщина говорит, во многом успех занятия зависит от тренера. Важно найти того самого, который будет помогать и вдохновлять примером не только свою группу, но и всех вокруг. Потому что кто-то моложе, нужна та энергетика. Кто-то работает в силовом направлении, и больше нужна энергетика силовая. Так как я всю жизнь в танцах танцую уже чуть более 40 лет, поэтому я все время танцую. У меня все танцевальное. Такие все легкие, лайтовые, девочковые ритмы. Поэтому здесь нет плохих инструкторов. Просто все мы очень разные. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» продлится до конца лета. Площадки для тренировок организованы в разных районах города. В парке Гагарина «Самара в движении» организована в зоне стадиона, где сосредоточено наибольшее количество занимающихся. Теперь там установлена дополнительная сцена, подиум для занятий. И с понедельника по пятницу с 17 до 21 часа работают инструкторы фитнес-клубов. Также приобщиться к спорту можно на площади Куйбышева, в парке «Пятидесятилетие октября» и на пляже под Первомайским спуском. Организаторы говорят, тренировкам все возрасты покорны. Очень приятно видеть на площадке, когда вот поколения, они вместе соединяются, от маленьких крох, которые тянутся к старшим и смотрят на них, и также окунаются в этот спортивный, яркий, здоровый образ жизни. Актуальную информацию и расписание занятий можно найти в группе ВКонтакте «Самара в движении». Ксения Баканова, Константин Головин. События. Футбольные команды и регионы с разным успехом продолжают борьбу в российских первенствах, а хоккеисты клуба «Лада» продолжают готовиться к новому сезону, участвуя в небольших товарищеских турнирах. Подробности в нашей спортивной рубрике. Футболисты Тольяттинского окрона впервые в сезоне потеряли очки в первой лиге. На матч пятого тура волжане отправились на самый дальний тяжелый выезд сезона. В гости к клубу «СКА Хабаровск». Хозяева с первых минут старались больше атаковать, и на шестнадцатой минуте реализовали штрафной удар. После гола характер игры изменился. Уже гости больше атаковали, а хозяева ждали своего шанса в контратаках. Но изменить счет никому не удалось. 0-1 – поражение окрона, но несмотря на это тольяттинцы сохранили единоличное первое место в таблице. Женская команда «Крылья Советов» в матче шестнадцатого тура российской футбольной суперлиги на выезде уступила клубу «Чертаново». Единственный гол хозяйки поля забили в начале первого тайма. 0-1 – поражение «Крыльев». Самарская команда замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе шесть очков. А молодежный состав мужской команды «Крылья Советов» смог одержать победу в своем первенстве. В матче шестого тура МФЛ самарцы принимали сверстников из Оренбурга. Волжане открыли счет в первом тайме, отличился Асайдулин. В концовке встречи соперники обменялись голами. Сначала «Крылья» удвоили преимущество, а гости потом смогли сократить разницу. 2-1 – победа «Крыльев». Самарцы продолжают борьбу за попадание в первую десятку в турнирной таблице. В Тольятти завершился хоккейный предсезонный турнир «Кубок Лада». Хозяева заняли второе место в соревновании, пропустив вперед «Кунь-Лунь» «Ред Старс», которым уступили в первом матче 2-3. После чего тольяттинцы переиграли с одинаковым счетом 3-2 «Воскресенский химик» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. На церемонии закрытия приз лучшего защитника турнира получил Лукаш Клок из «Нефтехимика». А лучшим бомбардиром турнира оказался игрок «Лады» Андрей Алтыбар-Макян, набравший 4 очка. Молодежка тольяттинского хоккейного клуба «Ладья» вышла в финал другого предсезонного турнира – мемориала «Рамазана» в Магнитогорске. В заключительном матче группового этапа тольяттинцы переиграли хозяев – команду «Стальные лисы» со счетом 4-3 в овертайме. А до этого «Ладья» одолела «Реактор» 2-0 и уступила московскому «Юнисону» в дополнительное время 2-3. Теперь с последними предстоит сыграть финальный матч за победу на турнире. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре растет индекс качества городской среды. Областная столица вошла в группу крупнейших городов России с условно-комфортной городской средой. Лучшими практиками стала доступная среда и развитие сервисов для маломобильных групп населения. Все новые и благоустраиваемые пространства в городе оборудуются средствами для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Действует уникальный пляж для инвалидов и социальное такси. Вновь приобретаемый общественный транспорт оборудован специальными средствами для удобства маломобильных пассажиров. Пешеходные переходы оснащаются тактильной плиткой и звуковыми светофорами, пишет в своем телеграм-канале руководитель управления информацией и аналитики мэрии Самары Елена Рыжкова. До 20 сентября Департамент опеки, попечительства и соцподдержки продолжает сбор заявок на конкурс среди людей с ограниченными возможностями здоровья, достигших 18-летнего возраста, проживающих в Самаре, на получение премии главы города «Мир равных возможностей». Премии вручаются в номинациях «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность», «Техническое и народное творчество», «Физическая культура и спорт». Заявки принимаются по адресу Самара, улица Некрасовская, дом 63, 3-й этаж, кабинет 19. Телефон для справок 332-1103, сообщает телеграм-канал Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. В Кировском районе продолжается благоустройство прилегающей территории вокруг второго корпуса детского сада номер 120. Сам детский сад был открыт в прошлом году благодаря национальному проекту «Демография». Глава Кировского района Игорь Рудаков встретился с жителями на территории домов, которые располагаются рядом с детским садом. Там в этом году проходит уже третий этап благоустройства. Привели в порядок и территорию около домов номер 188 и 190 по улице Ташкентской. Были построены тротуары парковки. На следующий год по программе формирования комфортной городской среды планируется установка современных детских площадок, сообщает телеграм-канал Кировского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова